Девушки отдыхают 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 будинков wielородзинных. Прошу понять, в рамках какого проекта так на правде те инвестиции станут реализованы? Которая, последняя в засаде уже эдакция в этой перспективе унижней в рамках программы операционного Infrastruktура-Сродовиско под działание 1.7.1, которые те środки призначены именно на такую глубокую термомодернизацию глубокую термомодернизацию будинков велородзинных. Умовы подписано м.in. с Катовицами, но это не единственное место, в котором будут те планы тут реализованы. Прошу понять, кто еще стал себя beneficентом этого проекта? Умовы подписано в этой эдакции конкурсу. Мамы 39 beneficентам. Это прежде всего самороды с тереном целого нашего воеводства, м.ин. именно Катовица, но не только Катовица, но это также сплодзеленные мешканиевые и wspólноты мешканиевые, также очень широкий закрас beneficентам, которые могут брать в этом программе и берут активно в этом программе. И, как я сказал, это 39 вопросов, 39 умов на лочную квоту дофинансования прекращающим 76 млн. И в какой способ те подмиоты могли взять удал в этом проекте? Или начали сложены какие-то специальные внески? А если так, то в них musяло себя завреть? Те будинки musяло zostaть в способ wcześniej вытипованы? И в какой способ позднее те внески zostaли уже финальне выбране до реализации этого проекту? Каждоразово в каждой нашей реализации реализуем наши приоритеты, наши задания в tryбе конкурсовом, то каждый зainтересованный подмиот, который хочет скорzystaть с такого wsparcia в рамах Programа Операционного Инфраструктура и Средовиска musел сложить до нас вниоск о дофинансовании. Но, кое-стотне, в припадку програму термомодернизации зашликом до внеску есть аудит energetичный, то есть документ, который так на правде представит потреби реализации данной инвестиции в закресе этой эффективности energetичной в данных будинках и этот аудит показывает нам, кое в данном будинку нализы сделать, аби звеньшить эффективность энергетичную этих будинков. Конечно, ставимы на те проекты и те инвестиции, которые приносим najwięksший эффект экологичный. А najwięksший эффект экологичный мы там, где мы по тех выполненных работах? Это может быть, как я сказал, очень разный закрес в зависимости от эффекта аудиту энергетического, который есть выполненный. И разные есть закресы инвестиций в посчетных будинках. Почząwszy от того, что я уже назначил, ликвидация индивидуальных źródeев тепла в замен в подключение на przykład до сети теплownичных или инсталация новых экологических źródeев тепла, то также термомодернизация будинку, оцеplение, przeгрыз, оцеplение, оцеplение шчан, вымена окен, вымена, 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 вымена двери в будинках, але также до этого входят инвестиции, на przykład связанные с монтажем инсталации фотофолта и циринга также на будинках этого rodzaju. Мужчина здесь будет много KIM. Что между ними zostto в термомодернизировано? Что со со сей сей с учетом, школы, шпина? Что здесь входит в закрес этого строительства, потому что, как мы могли бы мы это чуть-чуть прочитать, что чаще всего подлежит реализации этого проекта? Мы говорим о будинках родственных, mieszканиных, так как школы или институты, не входят в гре. Мы говорим только и только о будинках местных, родственных и только такой тип будинков в этом программе мог бы успеть финансировать. И на закончение вопрос, уже немного шерше. Есть это еще одна эдакия. На «Простояние часу» – сколько уже удалось змодернизировать этих будинков? Как интересование самым проектом цесило себя на «Простояние часу трвания» этого проекта? На «Простоянии» целого окраса реализации этого działания, вспомню, это перспектива уния 2014-2020. Зайнересование этим конкурсом было целый час очень большое. Так что и та, и та, и та, и та эдакия показала, что зайнересование, а тем самым потребы в закресе термомодернизации, которые сейчас еще раз очень большие, потому что каждоразово мы должны доказать в этом конкурсе. В этом конкурсе хотя бы за планировали 50 млн. рублей, остатки 76 млн. рублей стоило предназначено на финансирование этого типа проектов. Однако о эффектах będziemy могли говорить как на правде еще за год, потому что еще много проектов есть в реализации. Не только тех, которые дофинансовали мы в этом бежом конкурсе, о котором мы говорим, но также из предназначенных конкурсов. Еще реализация в этом и в прошлом году будет трла. Так что я думаю, что в прошлом году будет такой момент на подсумывание этой перспективы, этой перспективы уния. Но и в том числе, в действии 1.7, которое реализуем, как институция вдражающая в woj. сломском, обнимающаяся термомодернизация будиноков родственных, но также будущее модернизации сети теплых, будущее инсталляции высокосправной когенерации. В этой ситуации мы около 600, более 600 миллионов, которые были на это заявление назначены. А о эффектах, так как я сказал, первых, я думаю, что в прошлом году будем уже могли очень szczegółово поговорить, как инвестиции станут закончены, различены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... подkreślił Marcin Krupa, президент Katowic. То właśnie в этом месте подписано первые уморы. Умора dotyczy tak zwanej głębokiej termomodernizacji obiektów mieszkalnych. W czterech częściach naszego miasta, czy w czterech dzielnicach, myślę tu o Giszowcu, Szopienicach, centrum miasta i Załężu zostały wytypowane budynki wieloklatkowe, czy wielorodzinne do tej głębokiej termomodernizacji. Całość kosztów tej inwestycji to jest około 20 milionów złotych, z czego 9,5 miliona mamy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rzeczywiście korzystamy z tego typu instrumentów finansowania bardzo ochoczo i chyba jesteśmy liderem tutaj w regionie, jeżeli chodzi o kwestię pozyskiwania środków na ten cel. Bardzo się cieszymy, że możemy z tych instrumentów korzystać. No i oczywiście to nie tylko ten instrument finansowania, ale też mamy własny program, miejski program wymiany źródeł ciepła, gdzie dofinansowanie można by skrazić w wysokości 10 tysięcy złotych, ale oczywiście do tego dochodzą programy rządowe, które są realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale wnioski można również złożyć u nas w mieście. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prezydent Katowic przybliżył również, jak wygląda walka o czyste powietrze na terenie miasta. Już teraz widoczne są jej efekty, a miasto konsekwentnie dąży do jego poprawy. Z jednej strony to wsparcie i dotacje, z drugiej zaś egzekwowanie ogólnych postanowień, m.in. tych dotyczących wymiany pieców. Muszę powiedzieć, że widzimy ostatnimi laty takie duże drgnięcie do przodu, czyli większa chęć mieszkańców do wymiany źródeł ciepła, w szczególności tych nieekologicznych, zasilanych czy starymi piecami, czy piecami na węgiel kamienny, właśnie w kierunku nowoczesnych rozwiązań, czy to gazowych, czy elektrycznych, szeroko rozumianych oczywiście. I muszę powiedzieć, że jak gdzieś z pięć lat temu wniosków zawsze w urzędzie było około tysiąca, tak teraz często co roku jest powyżej dwóch tysięcy wniosków, co napawa optymizmem, ale jeszcze droga jest daleka przed nami do tego, aby rzeczywiście zakończyć ten proces palenia i tworzenia niskiej emisji, czy palenia węgla. Staramy się, aby tutaj te działania Straży Miejskiej, która ma za zadanie właśnie kontrolowanie tych wszystkich kopciuchów, przebiegała w sposób taki pewny, że jak wiem, że ktoś zadzwoni i powie, że coś się dzieje złego, bo widzi, że z komina leci na przykład czarny dym, to Straż Miejska musi podjechać i sprawdzić to, łącznie z pobieraniem próbek z popielnika w celu identyfikacji paliwa, jakim dana osoba pali. I to rzeczywiście się bardzo fajnie po mieście rozeszło, mówiąc o informacji. Ludzie zaczęli też przestrzegać nawet tych spraw dotyczących nie spalania odpadów, a z takimi działaniami mieliśmy do czynienia. Tak więc dzisiaj trzeba powiedzieć, że jest zupełnie inna kultura, zupełnie inne zrozumienie tego tematu i chyba nam wszystkim zależy na tym, żeby nie truć się wzajemnie i żeby oddychać w świeżym powietrzu. Rzeczywiście te statystyki są prowadzone i idzie to w dobrą stronę. W samym tym okresie 7-8-letnim, którym ja sprawuję funkcję prezydenta, to zostało wymienione około 7 tysięcy źródeł ciepła. I tak jak mówię, ta liczba wzrasta w zależności od roku i chęci. Nie dodają optymizmu sytuacji dnia dzisiejszego, w którym wiemy, że gaz na przykład podrożał i energia elektryczna podrożała, ale dalej przy dobrym zasterowaniu tych kotłów, bo je się da zasterować bardzo dobrze, to zużycie paliwa jest na tyle małe, że jest porównywalne ze zużyciem paliwa węglowego, a nawet niezgodnie tańsze w eksploatacji, aniżeli właśnie spalanie w piecu węglowym. Dzięki za oglądanie! I w tym miejscu kończymy dzisiejszy program. A już dziś zapraszam Państwa serdecznie na kolejne wydanie EkoRaportu. Dziękuje za oglądanie!